Всем привет! Это прохождение Vampire! И вас приветствует, собственно, я и вот этот добрый доктор участковый вампир. Сегодня наша задача что? Отправиться в Уайт Чепел и разобраться, кто там шантажирует леди Эшбери. Так, и первое дело, нужно как раз-таки пополнить наши запасы. Уайт Чепел находится в этой позиции. Так, нет, вот сюда. И здесь нам еще нужно выяснить, кто все-таки охотится за нашей пациенткой, которая находится в Пьембургской больнице и которая, собственно, по совместительству считает себя вампиршей. И надо разобраться, почему они хотят, ну, собственно, убить ее, эти стражи Привена, то бишь охотники на вампиров. По дороге нам должны встречаться, кстати говоря, высокоуровневые враги. И я уж так чуть-чуть за кадром подкачался, немного пофармил опыта на скалях и должно нам быть немного покомфортнее. Так, здесь все-таки официальное уведомление. Ага, ну, аминданский час, типично. Локация достаточно новая. Я слышу. Свирепый скаль, епте, сейчас мы ему устроим свирепость. Так, высасываем с него все, что есть. Допим дальше. Я-таки обожаю нашу вот эту палочку. Она просто изничтожает врага. Не дает ему оклематься. Сейчас мы его еще кагаточками вот так. Взяли просто в угол, запихали и все. Опа, записка мокрых ботинок. Относительно вербовки парней его очепили. Кажется, одного я нашел. Это Альби. Он тупой, как табурет, ну крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке. И он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, чтобы его приняли в мокрые ботинки. И теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. Угу. Новое расследование. Полезно, конечно. Так, я уже вижу какие-то следы крови. Давайте взглянем, что у нас за расследование. К чему он там ведет. Решить, как поступить с записка вербовщика. Вручить ее Альберту. Либо Палмеру. Угу. Если мы Альберу вручим, скорее всего, он уже не вступит в эту банду. Так. Угу. Если мы... Ну-ка, если это кто такой? Скорее всего, кто-то еще здесь фигурирует в этом деле. Ну, скорее всего, Альберту и нужно будет вернуть. Все-таки наша задача, чтобы он не поступил... Ну, как бы не пошел преступным путем. Ага. И мы как раз-таки рядом находимся. Боец стражи Привана. Все-таки я рядом был. Здесь вот и кружку они, ребята, рассыпали. Давайте взглянем, может, здесь что-то еще полезное есть. Так, там кто? Скаль? Нет, это новобранец. Это обычный такой. Меня интересует вот это жилое помещение. Я куда-то в серьезное место вхожу. Заброшенные дома. Состояние района, ух, как тяжелое. Бродячие скали здесь кто нас? Отойдите от меня, уберите свои мерзкие руки. Кадаган какой-то. Да, судя по всему, нужна кому-то помощь. Не будем тогда мешкать. Скаль, где-то здесь он находится. Вот, это тот самый Кадаган. Какой-то мигающий новый враг у нас там. Эх, что-то не могу понять. Закрыто с другой стороны. Нужно спешить, пока он там не убил нашего. Давай-ка, проходи. Ага, у вас тут, понимаем, месиловка. Сейчас я мус-трою, получи-ка. С этим разобрались. И все, вроде. Так. Петиция какая-то, давайте взглянем. Угу, остановите мистера Бейтса. Ясно. Кадаган, подожди, у нас новая информация. А Кадагана наполоскали, желавший отомстить своему бывшему домом-ладельцу. Давайте еще раз почитаем эту петицию, а то я что-то как-то не принял его внимание, такая особая. Петиция, вот она. Все мы знаем, как отвратительное предложение он делает женщинам. То есть про женщин, настоящая работа. И... Угу. Ну, понятно, короче, недовольные слишком. О, кстати, алкоголь нашли, это полезно. И где же этот скаль? Вот, мы на месте. Нужно сейчас здесь помочь ему. Вот, там еще кто-то лежит, кстати, вернее, что-то. Аккуратненько подходим и оглушаем. Все, у-ка, кушали этого. Все, хоррэрать, я тебе помог. Образясь в густой крови. Полезно. Скорее всего, поможет мне для каких-то изучений. Возможно, по сюжету. Дверь зато давай, вот так. Жесть, что здесь за, конечно, вообще... Какой-то притон. Что? Что случилось? Кто вы? Все хорошо, сэр. Вы в безопасности. А, вы тоже англичанин. Спасибо, сэр. Я уж думал, проклятые дикари меня прикончат. Что вы здесь делаете? Тут опасно. Да, тот еще гадюшник. Он... Но он мой. Я пришел получить у должника плату за жилье. Но те, кто еще остался тут, совсем во ворзели. Вам повезло, что вас не убили. Да, поганые мигранты. Убийцы и пройдохи. А теперь у них еще и инфлюенция. Грязные животные. Вайчепили более-менее безопасны. Если будете идти быстро и осторожно, то спасетесь от дикарей. Ага, то есть... Кстати, медосмотр проверить пока нельзя. У него что? Средства от простуды. О, точняк. Давайте ему еще дадим. Всыпем как раз таки. А что, не дается? Нет, нет. Ну, давайте попрощаемся тогда. А то, что у меня целых две штучки, я-то думал, это и действует почти что на многие эти. Так, ладно. Текст по Брайлю. Средства от слепоты. Да, эта штука у меня уже не первый раз появляется в инвентаре. Возможно, собирая такие вот подсказочки, мы, скорее всего, сможем открыть новое лекарство, позволяющее лечить слепоту. Да. За, скажем так, фантастика та еще, я вам скажу. Так, сверху мы были. Ну, тогда давайте тикать отсюда. Хватать здесь больше нечего. Так, ну мы на месте. Здесь у нас убежище, а здесь у нас шантаж. Вопрос на засыпку. Я тогда, получается, выполнил расследование, связанное с нашей психованной пациенточкой. Давайте вот это возьмем и отслеживать. Отслеживать. Так. И вот. Мне нужно сюда. Это то есть направо. Примерно вот в те дома. Ну все. Пора мстить уже. Вот так вам, гады. Нет, ну сейчас мы просто по-царски ювелирно взяли и этих козу просто развалили. И даже получили с них крючки какие-то. Ну, короче, полезный материал для улучшения всякого. Судя по всему, этот дом и является штабом послежки за вот этой дамочкой. Опачки. Так, сколько их здесь? Один человек стоит. Еще и спиной к нам повернут. Это опасный, конечно, встал, но ладно. Все. Получили. И что у нас здесь такое? Какой-то кинжал. Старый кол стражей привына. Отчета пембургской больницы. Угу. Так, ну на паузе прочтете все это дело. Давайте посмотрим, что у нас там за старый кол. Я прям интересно даже стало. Его даже можно улучшить. Идеальный кол. Современный кол из улучшенного сплава с символом стражей привына на рукоятке. Скорость атаки 10, выносливость. Ну, конечно, он тратит за шибись сколько выносливости. Сомневаюсь, что он столько же мне и отдаст. Вернее, ну, смогу ли я так же классно все оглушить это дело? 15-е оглушение. Ну да, на моей палке гораздо больше оглушения. Я просто не вижу смысла тогда его качать. Так, давайте еще раз посмотрим, что у нас здесь такой старый ампутационный нож. Ага, но у меня обычная пила. Все, тогда давайте тогда ултаем. Коллекционный предмет. Великая охота за да здравствуют наши павшие товары. Ой, господи, товарищи. Ничего пока такого интересного. Расследование у нас, скорее всего, уже продлилось дальше. Все, теперь можно успокоить эту Телью. Ну, мы к ней уже вернемся позднее, так что пока не шелухаемся. Погнали дальше. Так, здесь ребята еще стоят. идем дальше. Бродячий скайль, сейчас мы ему устроим взбучку. что за плакатик? Не выходите на улицу. Такая деться рожеприбыная. Вон они где сидят. Ну да, слишком много здесь. И романы тут еще. Так, а где вообще тут? А, мне, кстати, недалеко идти осталось. Да я с вами сражаться не хочу. Вы что, ребят? Мне просто дальше пройти. Ладно. Сами напросились. Горько. Горько. Продолжение следует... 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 Так. Ага, вот туда. Нужна предположная сторона, получается, туда. Туда, то есть надо вот так идти. Вот, мы близко. Ну, конечно, у них, конечно, типаж такой. Слушай, Барретт, правила игры сменились. Так, понятно, да. Не они, они нам не нужны. Здорово, чё кричишь? С кем разговариваешь? Понятно, укуха слетела совсем. Ты поэт, дружище. Прошу прощения, сэр, вы часть города знаете? Я Клейтон Дарби, репортер. Извините, я бываю чипели недавно. Может, поможете мне, раз вы уже журналист. Кстати, я Джон Таррид. Доктор Рид, знаменитый хирург. Для вас, сэр, я готов сделать всё, что угодно. Так, ты чем болеешь, дружище? В переутомлениях? Ага. И ко мне там есть? Ладно. Спросим о расследовании. Ага, пока у нас это нет. Ладно, спросим о подпольном амбулатории, то есть больнице, короче говоря. Говорят, вы расследуете дело о подпольной амбулатории в Уайт-Чепеле. Что вам о ней известно? К сожалению, немного. Я с ним близко не знаком, а чужаков они опасаются. А почему вы спрашиваете? Я забочусь о здоровье людей. Я врач, мистер Дерби. Меня интересует всё, что связано со здоровьем людей и этой эпидемии. А может вас просто беспокоит то, каким последствиям приведёт скандал, в котором замешана некая сестра Крейн из Пембрусской больницы. Мистер Дерби, вы, несомненно, отличный журналист. А что вам известно? О её сообщении. Сообщники, человеки по имени Дариус. Я мало что знаю о нём, но он очень осторожен. Никуда не выходит, друзей и родных у него нет. У него нет родственников? У него вообще нет родственников, нет. К нему иногда заходит этот странный поэт по имени Ричард Нитергот. Но Дариус никогда не впускает его в дом. Где я могу найти этого мистера Нитергота? Он целыми днями бродит по Уайт-Чепелу, говорит сам с собой или читает стихи. И в последнее время его часто можно встретить за церковью. Так, он не выходит из дома? Никогда. Несколько дней назад он вдруг вышел, и я последовал за ним. Он просто хотел увезти меня подальше от дома. Вот так. Откуда вы знаете? Он пошёл к ближайшему почтовому ящику, но не отпустил туда письма. А порвал его на кулачки и куда-то бросил. Так, ну что ж, до свидания, мистер Дарби, удачи вам. Офигеть, сколько у нас подсказок и вариантов решения этого головоломочки. Если он за церковью, то значит где-то здесь. А тут тебя на кайфуешь. Короче, тут скаль вообще. Опа, ещё один приголубился. Получи. Вот так тебе. На вас я вас смотрю. Тут отара целая. Один аж под пикстурки провалился. Так, а ты что тут? Разлёгся под сигар выкуриваешь. Я просто не понимаю, где он тут может кому стихи читать. Местечко, конечно, такое себе. Невдохновляющее. Добрый вечер, я доктор Рид. Можно задать вам несколько вопросов? С радостью отвечу на них. Впрочем, я не особый знаток этой части города. Мои уста говорят о том, чего не видели глаза. Правда, вы человек творческий. Я поэт, сэр. Ричард Ниттергод, к вашим услугам. Зачем искать вдохновение в Уайт-Чепеле? Именно красивым Уайт-Чепел не назовёшь, но как бы объяснить. Он задевает за живой и бросает вызов. Он не кажется вам мрачноватым? Напротив, сэр, Уайт-Чепел красивый полон жизни, как и моя вуза. Несравненная камелия. Расскажите мне о ней. Я о ней мало что знаю, а в том, что и прелесть. Она же не говорит. Она загадка, источник доброты и очарования. Ага, то есть у нас новенький этот. Так, вы её не знаете? И вы никогда не пытались узнать о ней побольше, где она живёт, как выживает? На улицах, с кем водят знакомства? Быть может, я предпочитаю, чтобы она осталась загадкой. Реальность скучна, согласитесь. Ладно, ничего такого не узнаем. Потом всё что спросим. Знаете о Дороти Крейн? Я хотел бы задать вам несколько вопросов об этом районе. Своеобразная часть города, верно? Я буду рад помочь, если смогу. Я ищу Дороти Крейн, медсестру, которая живёт где-то здесь. Дороти Крейн, какое прелестное имя, как у девочки из Канзаса. Она таит загадку, но, увы, простите, никогда о ней не слышал. Что вы можете рассказать о старике по имени Дариус? Дариус Петреску? Да, я с ним знаком. Сначала я принимал его за мелкого издателя. Я предложил ему опубликовать мои работы, но он ответил прямо. Он не поверил вашему таланту? Дариус старый политический активист, который печатает брошюры и памфлеты, а для коммунистической пропаганды больше подходят посредственности. Ясно. Вот так он взял и... Ладно. Кстати говоря, мы же его полечить можем ещё. Давайте полечим. Может, у него что-то там болит? От простуды, ну, наконец-таки, да. Вам нужна и врачебная помощь, сэр? Пожалуй, было бы разумно позволить вам прописать мне что-нибудь. Но мне не хочется. Давайте дадим лекарство. Я понимаю ваше пристрастие к красивым словам и зловещей красоте, сэр. Но вам следует соблюдать осторожность. Ещё для разума важны не здоровья плоти. Но я благодарю вас за заботу, сэр. Ну всё, теперь он здоров, ништяк. Я оставлю вас, сэр. Так, ну здесь лутать больше я такое ничего не вижу. Местечко, конечно, он себе выбрал. Вообще. Цветочки-то какие-то тут ещё. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. О как. Хамелия, дамочка, давайте поговорим с ней. Добрый вечер, я доктор Ретта. Можно задать вам несколько вопросов? Она не мая. Я знаю, о чём вы думаете. Поздно ночью высокий незнакомец заговаривает с девушкой на улице. Это похоже на рассказ из дешёвого журнальщика. Но и не желаю вам зла, честное слово. Мне просто интересно. Сейчас буду задавать вопросы, когда, ну, собственно, нанимая. Такое себе. Хамелия, я знаю, что вы работаете на Торте Крейн. Пожалуйста, расскажите мне про тайную амбулаторию. Упрямая немая сообщница, да. Сестра Крейн и Дариус Петреску очень умны. Хамелия, расскажите мне о Ричарте Нитеркоте. Насколько я понимаю, он испытывает к вам очень тёплые чувства. Я думаю, вообще с ней болтать нет смысла. Ну хорошо, до свидания. Знаете что, давайте за ней проследим. Я видел, ты это сделала. Ну, здравствуйте, миссис. Так, ладно. Дамочка, короче, ни в какую. Вот ты сейчас при мне просто кладёшь туда бесплатный купон на лечение. Ладно, дамочка тоже ни в какую. Давайте тогда найдём почтовый ящик. Где он тут находится? Мы, кстати, рядом. 20 метров. Вот здесь он. Так, а чё я тогда? В упор не вижу. Чё слово? А, подождите-ка, вот же. Письмо Дариусу Петреску. Угу. Так, ну здесь на паузе прочтёте. Я так беглым текстом. Ничего такого стующего для нас не вижу. В письме Дариус детям много того, что заставило его открыть мне дверь. Так, чё я сказал, не понял. Теперь я знаю Дариусе больше. Будет несложно заставить его меня впустить. Так, давайте сделаем тогда. Мистер Петреску, минуточку. Снова вы, уходите. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Сэр, стойте. Довольно. Я же знаю, что сестра Крейн здесь. Давайте поговорим, как мужчина с мужчиной. Ладно, говорите. Неужели вы не видите, что мы на одной стороне, а мы же сражаемся, чтобы помочь бедным, больным и беспомощным? Я совсем не такой, как вы, доктор. Ошибаетесь. Вы тоже считаете, что медицинскую помощь нужно оказывать. Бесплатно. Вы тоже знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Должен признать, что вы говорите убедительно. Ладно, я пущу вас к Дороте. Но не заставляйте меня пожалеть об этом. И мы находимся в этом доме. Я представлю, если бы мы играли бы за какого-нибудь злого персонажа такого, ну, чтобы плохую концовочку получить, мы бы тогда тут такую кровавую арханалию устроили. Так. Ой, господи. Ладно. Что-то у меня от этого письма, конечно, не хочет читаться. Может, конечно, его посмотреть здесь. Так. Что-то не появляется. Так. Древние варкалаки какие-то там были. Письмо, письмо. Ладно, пока у меня этого нет. Вот. Еще таблеточки нашли. Состояние района тяжелое. Давайте тогда дверь-то откроем, чтобы у нас, если что, проходит был. Мне нужна помощь. Ну что ж, поможем. Что у нас такое, сестра? Пациент Резван Василия. Жара вот уже три дня. Жалобы на головокружение. Мышечную и головную боль. Диагноз инфлюенция. Курс лечения? Аспирин и салицин, чтобы избить жар и облегчить боль. Обезвоживание, но даже это не спасет. Так. Где салихинина? Аспирин и салицин? Может, еще дадите ему молоко и подслуете в щечку? Где салихинина? Я пыталась их купить, одолжить и даже украсть, доктор. Их нигде нет. Это не конвульсия. Он задыхается, ему трудно дышать. Скальпель. Дайте скальпель. Чему помочь, доктор? Так. Надо провести тархисотомию. Короткая трубка. Вон та резина подойдет. Проделаем отверстие в горле, чтобы впустить воздух. Он снова дышит, но кашляет кровью. Внутреннее кровотечение. Нужно сделать еще один разрез грудной полости и откачать жидкость из легкого. Приготовьте трубку. Тархисотомия, доктор. У нас нет ничего для борьбы с инфекцией. Нам нужно стерильный этот. Так. Сестра, не задавайте вопросов. Давайте дренаж, быстро. Хорошо, доктор. Доктор, он истекает кровью. Пульс слабеет. Он уничтожает его пульс. Наверное, дренаж прорвал ниже оберную артерию. Слишком много крови. Все в порядке, доктор? Я ничего не вижу. Да-да, я справлюсь, сестра. Позвольте мне закончить операцию самому. Мне нужно больше места. Я хочу остаться до конца. Это мой пациент, доктор. Я подготовила иглу. И нить, чтобы зашить рану. Все, шов держится. Как он? Мы теряем его. Пульса нет. Доктор, он умирает. Так. Дозу адреналина. Ясно, доктор. Пульса нет. Он... Он умер, доктор. Сестра, мы сделали все, что могли. Правда? Все, что вы могли? Это вы и напишите в отчете? Значит, так вы работаете на войне? Вкладывали труп рядом с трупом? Это припадок не связан с инфлюенцией. Я не видел таких симптомов ни у кого на континенте. Я тоже. Раньше сначала симптомы были другими. Такими же, как и у гриппа. Нет. В этой реакции было что-то жуткое, примитивное. Доктор, во многих случаях отмечалось нервное расстройство из-за лихорадки, которое сопровождается гриппом. Да, но мне стоит взять образец крови для анализа. Вряд ли вы хотели посмотреть, как я обращаюсь с пациентами. Да уж. Ну, такие страсти. Ну, чтобы мы, конечно, не выбрали, то так или иначе бы этот пациент умер. Так что... Благой, у вас привела к нам не одна лишь интуиция. Что вам нужно от меня, доктор Рид? Так. Я хочу положить шантажу конец. Дороти, я положу конец этому чудовищному шантажу. Доктор, вы думаете, ваши слова меня пугают? Я ворую шантажирую лгу, а что мне остается? Кроме меня у этих людей никого. Так, прекратить шантаж, почему вы выбрали леди Эшбери? И по вашему цель оправдывает средства? Средства? Я знаю вашу породу, доктор Богатый джентльменный, которым все подносят На блюдечки Ничего не знают о бедности, о стыде, голоде и одиночестве Но почему леди Эшбери? Почему именно она? Перед людьми она кроткая, благопристойная, а на самом деле волчица в овечьей шкуре Она убивает бедняков ради забавы Я загнала ее в угол и теперь вытяну все, что у нее есть Вы убедили меня в том, что действуете из благородных побуждений Но шантаж все равно преступление И он должен прекратиться, сестра Крейм И что же вы сделаете? Сделайте, сдадите меня властям Так, и здесь теперь у нас Вот такая ситуация Пощадить, либо необходима подсказка Ну так или иначе, я все-таки хотел ее пощадить Она все-таки ценный персонаж очень Нет Ваше место здесь Отправить вас в тюрьму будет еще более тяжким преступлением Послушайте, я закрою глаза на ваше предприятие А вы увольтесь из Пембруской больницы И будете иногда снабжать меня медикаментами Доктор Рид, это похоже на деловое предложение Станьте моим сообщником Нет, просто особым клиентом Для исследований мне может понадобиться Редкое оборудование или ингредиенты Я буду щедро платить за них И поддерживать ваше благородное начинание Договорились, доктор Я всегда рада хорошим клиентам Да, сестра Крейн Договорились Уровень гипноза Есть новые горожане, которых можно убить Район пострадает в результате ваших действий Подсказка не сработала Ну и фиксим с одной стороны Главное, что все живы Ну ладно, погнали тогда дальше У нас конкретная задача Это отправиться в Пембрускую больницу Так, сперва нужно успокоить Тельму Давайте ее как раз таки успокоим Добрый вечер, мисс Хоукфорд Как вы себя чувствуете? Доктор, мне нужна кровь Теплая, густая, живая кровь Мисс Хоукфорд, я нашел справки о людях, которые следили за вами Я не ожидала, что смертная проведет такую храбрость Скажите, доктор Почему они меня преследуют? Так Это недоразумение Охотники искали совсем другое существо Но по ошибке заподросли В убийстве вас Я так и знала, меня раскрыли Охотники нашли меня Но они еще не знают На что я способна Если вы говорите принять совет жалкого смертного Если готовы, конечно То вам следует затаиться Тихо раствориться во тьме Согласна Ты хорошо послужил мне, я смертный Возьми это в качестве награды Возможно, я позволю тебе напиться моей крови Когда-нибудь Спасибо Я это запомню Ладно С ней мы еще потолкуем С этой дамочкой Но не в этой серии пока что Давайте найдем Лиди Эшбери Прошу вас Отвести взгляд, сэр Если вы не знаете Что глаз здесь неприлично Я так и знал Говорите, доктор Рид Мне нравится, когда со мной говорят прямо Так Вы прячете за маской сострадания Вы прячете свое истинное лицо за маской сострадания Браво Очень умно Избавьте меня от своего осуждения, Джонатан Вы пришли в этот мир не так давно Так, ладно Мы же вампиры Мы питаемся кровью тех, кто слабее Мы новый пункт в теории Дарвина Ее самое циничное и яркое воплощение Тем не менее, ситуация неловкая Насколько несколько десятилетий никто не видел Как я питаюсь Если честно, мне немного стыдно Как бы то ни было, я нашел того, кто вас шантажировал Понятно Простите, я взволнована Обычно я никому не позволяю видеть себя В такие моменты Я не справился с этим делом, миледи Последний момент решимость покинула меня Вы разочаровали меня, Джонатан Такого я от вас не ожидала Леди Эшпери, вы сами говорили, что сумма была просто смешная Уверяю вас, все деньги пошли на благотворительность Джонатан, вы продолжаете меня удивлять Ладно, допустим, я вам доверяю Но шантажисту заплатите вы Это будет справедливо Ведь проблема осталась нерешенной по вашей вине Не могу с этим спорить А поскольку леди всегда держит слово Я отвечу на все ваши вопросы Простите за нескромный вопрос Но сколько вам лет? Подумайте только А я считала вас джентльменом Знаете же Что мне двадцать семь Уже очень давно И всегда будет двадцать семь И кто даровал вам эту вечную молодость? Мой создатель Он давно покинул эти острова Спасибо за ответ Но мне кажется, что вы что-то утаиваете У леди должны быть свои тайны Почему Суонси позволяет вам пить кровь своих пациентов? Доктор Суонси отзывчивый человек Он ищет способ утолить наш голод А пока ему не хватает ума понять Что я питаюсь только кровью умирающих Так И никто не заподозрил вас в убийствах? Как вам известно Недавно меня обвинили в том Что я убиваю для забавы Но клянусь вам, Джонатан Я бы предпочла не лишать людей жизни Что вам известно о братстве И Петерха Хилле Святого Павла Господи Лондонские вампиры прекрасно знают о братстве Пока мы не привлекли внимание к себе Они не вмешиваются в наши дела Мы друг друга не трогаем Почему вы спасли меня на консервном заводе? Я не могла допустить Чтобы многообещающего новичка вроде вас Порвали в клочья грязный скаль Значит, меня создал не Улиэм, Бишоп? Нет, Джонатан Скали сильны и жестокие Но они лишь потомки беспечных вампиров Не наоборот Что за вампиры эти, Скали? Скали не настоящие вампиры А уродливые потомки низших вампиров Как ни прискорбно Ими движут только неизменные инстинкты Иногда у меня в голове раздается голос Я схожу с ума Мне кажется Что этот голос вампира, который создал меня Тихо Никому об этом не рассказывайте Говорить о таком с британскими Бессмертными не лучшая идея Не говорите больше о своем создателе Это может кого-то оскорбить? Только самые могущественные из бессмертных Могут мысленно общаться с потомками Вампиры и охотники потеряют покоя Узнав, что один такой бродит по Лондону Извините за прямоту, но это вы меня создали? Я? Что? Нет Только глупец создает потомков Безо всякой подготовки Я не глупа Я не понимаю Почему меня создали А потом бросили? Это известно только вашему создателю Обычно такого не происходит Впрочем Даже если вы его найдете То вряд ли получите ответы Учитывая, как грубо он с вами обошелся Значит я мог стать вампиром по ошибке Очень сомневаюсь, Джонатан Чтобы не говорилось В легендах Для создания вампира Недостаточно одного укуса Я бы не хотел создавать еще одного вампира По ошибке Скажите, как это делается? Это опасный процесс Который может привести к смерти вашего потомка Если вы решитесь на Это Джонатан Он должен будет Испить вашей крови Значит я вампир Кто мы такие? Это грубое название Изобрели пьяные писаки Из бульварных журналов Нет, вы теперь Экон И останьтесь им навсегда Вы тоже Экон? Да, мы больше всего похожи на тех Кого люди называют вампирами Забудьте все, что вы когда-либо слышали о нас Значит мы Эконы Как отличить нас от других вампиров? Как бы сказать Все Эконы вампиры Но не все вампиры Эконы Мы Мы лишь одна из ветвей древа Бессмертных Я три года не был в Лондоне И вообще В Англии Я помню этот город Совсем другим Здесь становится все хуже Джонатан Я давно живу в этом городе Но никогда не видела его Таким Неужели испанка так ударила по Лондону? Да, но дело не только в этом Ходят слухи и слухи Которых уже давно Не было Поговаривают, что в городе появилось То, что гораздо хуже эпидемии гриппа Вы чего-то боитесь? Со мной давно такого не случалось Но я чувствую поблизости какое-то зло Возможно страх просто ждет своего часа Когда я стал другим На меня напали охотники на вампиров Они хорошо знали, что делают Я могу ошибаться, но скорее всего Это некогда славные стражи Привена Некогда славные И до сих пор опасные Эти фанатики знавали лучшие времена Но ярость движет ими и сейчас Их лучше обходить стороной Они дали клятву уничтожить нас Это какая-то секта? Скорее общество И как лучшие из них Общество тайное Я думала, их уже нет Но похоже, они Навербовали новичков Сколько вампиров в Лондоне? Бессмертных очень мало И обычно мы скрываемся Но ночью иногда можно встретить Кого-то из нас Вы знаете, знакомый с кем-нибудь из них? Кто, по вашему мнению, мог напасть на меня? То есть, кто ваш создатель? Простите, Джонатан, я не знаю Боюсь Он жесток и небрежен Разбросил вас на произвол судьбы Что? В ночной тьме иногда можно встретить бессмертного Но нас мало И мы осторожны Мы не часто создаем потомство Случайно Будет ли они ко мне так же добры, как вы, миледи? Почему бы и нет? Но не забывайте, даже акулы улыбаются Прежде чем укусить А вы усвоили это на собственном опте Интриги вампиров столько же сложны И поча скучны, как шахматная партия в частном клубе Я пришла к выводу, что лучше отказываться от игры Я ненадолго прощаюсь с вами, миледи Мне нужно быстро исследовать образец крови Который я взял у пациента Сестры Крейн Ну что ж, ребята Я думаю, на этом моменте стоит заканчивать И мы уже продолжим в следующей части Это была часть супер просто насыщенной Я надеюсь, вам понравилось Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Всем удачи и до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok